В ближайшие несколько минут я расскажу, как записывать видео на английском языке, если вы не являетесь носителем английского языка с опытом выступлений на публике. Я сам пользуюсь этими лайфхаками на своем англоязычном канале FLEZ, и иностранные зрители вполне довольны. А главное, эти лайфхаки позволяют создавать много контента быстро, что важно для Ютуба и для медиасферы в целом. Нажмите лайк и подписаться, пока есть время. Перефразируя Нила Армстронга, это маленький шажок для вас и большой скачок для канала. Меня зовут Виктор Гуленко, и вы смотрите FLEZ. Поехали! Зачем вообще записывать что-то на английском? Ну, во-первых, аудитория на английском языке на два порядка шире русскоязычный, а рекламный заработок с тысячи просмотров раз в 10 больше. Практически в любой тематике вырастить англоязычный канал легче, чем русскоязычный. Во-вторых, выступления на английском помогут укрепить личный бренд, западные хэдхантеры вряд ли посмотрят ваши выступления на русском языке, как и организаторы международных конференций. А вот выступления на английском языке, это совсем другое дело. Если уж пишете научные статьи и посты на медиуме на английском, то есть смысл засветиться и в англоязычных видео. В-третьих, образовательный и развлекательный контент на английском можно продавать по всему миру, а на русском только в России, ну или в лучшем случае в постсоветских странах, и то не во всех. Окей, наверное, вы и сами не прочь писать видео на английском языке, но в голову сразу приходит Виталий Леонтьевич Мутко. А также весь хейт и насмешки, которые на него потом посыпались. Покажу, как такое не допустить. Чтобы не было лишних ожиданий, сразу оговорюсь. Вот так вот. Я не расскажу, как записать, ибо и сам не знаю, кроме как быть носителем языка, иметь огромный талант и вложить годы практики выступлений на камеру. Однако же я покажу, как добраться вот от такой записи Что уже очень неплохо и для большинства целей сойдет. Также оговорюсь, что наши манипуляции потребуют некоторый, хоть и небольшой, но бюджет. Поэтому этот ролик и не называется «Бесплатно прокачать видео на английском языке без смс-регистрации». А так хотелось его назвать. Так вот, шаги будут такие. Во-первых, написать сценарий. Во-вторых, нанять диктора, если не важно светить своим лицом. В-третьих, записать текст суфлером, если важно светить лицом. В-четвертых, грамотно ускорить звук на монтаже. И в-пятых, добавить субтитры. Расскажу о каждом шаге подробно. Трудно говорить, когда не знаешь, что говорить. Еще труднее говорить на чужом языке, ибо в моменте подбираешь слова гораздо медленнее и примитивнее, чем при заблаговременной подготовке. Решение проблемы – заранее написать сценарий. Причем не просто буллеты отдельной мысли, как это окей для родного языка, а прямо дословный текст. Этим приемом пользуются все успешные ораторы. А меня научил мой хороший друг Алекс Наумов, ныне инвестбанкир в Лондоне. Он на дебатах на английском всегда выступал ярче и эффектнее, чем я. А все потому, что я записывал для выступлений только мысли буллеты, а он полностью текст. И даже когда от текста он отходил, он это делал легче и красивее, чем я сходу придумывал свои английские слова. Представьте, что бы делал бедный Мутко, если бы у него не было готово речи. Можете сами себя записать без подготовки с подготовкой и сравнить результат. Разница будет огромной. Кстати, сценарий писать не так уж и долго. Вот, например, сценарий для этого видео записан за 40 минут. Тут же пометки для монтажа. Написание сценария можно заоутсорсить сценаристу или пиарщику, что сэкономит время. Но можно, конечно, и самому писать. Если неважно светить своим лицом видео, например, это развлекательный контент или какой-то образовательный курс, то стоит просто нанять профессионального диктора, носителя языка. Часто работа такого человека стоит порядка 30 баксов в час. Хотя есть разные ценники, конечно. А найти спецов можно на фрилансерских сайтах, типа Upwork. Такой спикер и запишет все быстро, и звучать будет прекрасно. Собственно, если вы выбрали этот вариант, то шаги 3 и 4 можно пропустить. Если же важно засветиться в кадре и записать все своим голосом, то вот как это можно сделать. Можно, конечно, идеально выучить текст, записать несколько дублей и на монтаже выбрать лучшее. Я пробовал так делать, но это очень и очень долго. Если готовы потратить целый день на съемку 10-минутной речи, то вариант. Если же надо быстрее, то пишитесь с помощью суфлера. Базовый суфлер — это, как правило, закрепленное на камере стекло, которое отражает бегущий текст из специального приложения на планшете. Если читаете этот текст, глядя на экран, кажется, что вы смотрите в объектив. Я, собственно, сейчас так и пишусь. Главное — сделать текст не слишком широким и сидеть не слишком близко к камере, иначе будет заметно, как бегают зрачки. Приложение для телефона стоит пару сотен рублей. Я, например, пользуюсь Elegant Teleprompter. Сам телесуфлер стоит порядка 20 тысяч рублей, но можно обойтись без покупки. В большинстве видеостудий суфлеры есть. Там же есть и зеленый экран, кстати. Можете поставить любой красивый бэкграунд. Забавный факт. На суфлер пишут большинство крупных блогеров. Если приглядитесь, то заметите. Но ведь это и понятно. Как иначе они смогли бы выдавать столько длинных видео почти каждый день? Так что хотите записываться быстро и красиво? Используйте суфлер. Это уже упражнение со звездочкой. Даже с суфлером исходная запись будет, скорее всего, медленной. Смотреть медленные записи скучно, и потому их никто не смотрит. Нужно будет порезать лишние паузы, а также ускорить речь. Тут загвоздка. Если ускорить слишком сильно, получится дикий невротик с голосом барундука. Ты мне говоришь? Поэтому оптимальное ускорение – это 1.33. Также стоит отрегулировать высоту голоса, так называемый pitch, чтобы звучал естественно. В моем случае это обычно минус 5 или минус 7. Поиграйтесь для себя и посмотрите, как лучше работает. Не забудьте добавить субтитры. Зачем? Ну, во-первых, вероятно, дикция на английском у вас не ахти. Вы же не нейтив. И не все слова зрителям будут ясны. Во-вторых, зрители на английском – это не только и не столько носители языка, сколько люди из разных стран мира с разной степенью владения английским. Им субтитры здорово помогут лучше вас понять. Не зря же большинство не нейтивов на Нетфликсе смотрят фильмы с субтитрами. Добавить субтитры на YouTube просто, так как у вас уже есть сценарий. Достаточно скопировать его в соответствующее окно, и YouTube сам все синхронизирует. Получится вот такая вот штука. И слушать удобно, и смотреть. Конечно, субтитры можно вживить в ролик на рендере, чтобы всегда были видны. Но это дополнительные зачастую лишние усилия. На этом все. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписку и напишите «Спасибо, Виталий Мутко» в комментариях. Человек заслуживает поддержку за смелость хотя бы в этом видео. До скорого!